Привет, YouTube, с вами SoulLiver, и сегодня я покажу игру, которая привела меня, можно сказать, в восхищение. Впервые, наверное, я встретил такого игрока, который бы удивил меня. И поверьте мне, я делаю дофига разборов реплеев и коучингов, так что я много повидал. По моему мнению, этот игрок в Rocket League, который прямо сейчас стоит ФК, играет, можно сказать, в игру, наиболее приближенную к идеалу для его третьей платины. То есть на третьей платине я бы сказал, что он делает практически все то, что я бы хотел, чтобы он делал. За исключением вот этого аэрдрибула. Вот это, конечно, был лишний момент, тут не стало взлетать, просто потому что тяжело забить. Но с другой стороны, там его пушил уже чел на вот этом фенеке, и тяжко было бы как-то фифтики делать сбоку, поэтому можно было тут что-то придумать в воздухе. И, заметьте, он не айролится лишний раз, да, он айролился нужное количество раз, и сразу же отпустил эту невероятную кнопку. Вот, ворует бустик. И посмотрите на то, насколько мало он делает лишних телодвижений. То есть большинство из вас, игроков, которые играют на платине и дамине, вы постоянно флипаетесь, вы постоянно айролитесь, вы постоянно нажимаете газ и буститесь туда, куда не надо. Но этот парень, он не делает ничего из этого практически. Да, понятно, что у него не идеальный геймплей, вот он полетел на мяч, на который лететь не нужно было, все, что нужно было сделать, так это развернуться вот здесь вот и законтролить его, принять мяч и поехать далее. Вот, он сильно поторопился, увидел врага, который летит, но на самом деле враг ничего здесь не делал, он бы просто ударил мяч в стену вот так вот, и мяч бы отскочил, и, собственно, достался его команде. Вот, но он полетел и вместо этого потратил время и буст, но тиммейт справляется, пушит, мы тут стоим в хорошей достаточно позиции. Вот тут единственное, что хауфлипнулись совсем на очке, вот, но благодаря этому мы ловим мяч, мы опять же летим не на свой мяч, вот. Этот мяч нужно было принимать, опять же, со своих ворот, то есть разворачиваясь вот здесь, принимать этот мяч, который с угла прилетит к твоим воротам, как раз-таки у тебя будет фреймяч плюс дриблинг, вот, и таким образом, собственно говоря, в этот момент нужно было отыграть, воруем сотку, не самая удачная ротация. Но, опять же, это все еще, все еще третья платина, и, понятное дело, что тут будут те или иные ошибки, но просто сам факт того, насколько, ну, близок к чистому геймплей, на самом деле, у Криса, вот, меня очень сильно удивило, и я решил показать вам. Я обычно не выкладываю разбор реплеев с бусти на основной ютуб-канал свой, но тут я просто хотел, я не знаю, поставить просто человека в пример, как тебе примерно нужно играть, если ты хочешь апнуть ранг, а не повыпендриваться перед друзьями, не пофристайлить, именно просто играть в Рокет Лигу на максимальный результат, вот. И для третьей платины это прям шикарно, вот здесь вот мы немножко на очке постояли, но ничего страшного, здесь можно было и шотнуть получше, вот этот шот был очень слабо достаточно, вот. Мы тут, не знаю, почему взлетели очень криво, короче, вот, нужно было просто полететь по мячу, по мячу лучше подпасть, даже фифтик с этим челом нас устраивал, потому что он вылетал туда, вот, то есть тут нужно было шотнуть, а не какое-то касание крыши делать странное. В общем, самое главное, что коснулись, вот здесь ждем. Опять же, полетели, часто летим в мячи уже третий раз, да, наверное, которые не нужно лететь, вот, просто-напросто, потому что ничего дальше не произойдет, да, ты, скорее всего, тыкаешь себя в этот мяч и отдаешь врагу. Очень сложно будет потом доиграть в этот мяч, то есть если ты здесь дашь пас себе, то будет очень тяжело доиграть. Вот, скорее всего, ты этот мяч отдашь, поэтому я бы не рекомендовал лететь в мячики в центре поля, особенно, ребята, на платине, вот, это все еще третье платина, первый даймонд рубеж, вот, на такие мячи лететь абсолютно не стоит. Лететь стоит на мячи в защите, когда вам забивают или летят забивать, либо в атаке, когда вам нужно забить и у вас фри-шот, вот, на такой мяч можно просто поймать снизу и, собственно говоря, быть счастливым. Но мы полетели, тем не менее, посмотрите, как, что полетело, да, посмотрите, как наш герой летит. Никакого аэро, да, просто аэрил в нужное место, вот, не самый, там, идеальный фаст аэрил, но очень хороший, очень хороший, очень солидный. Вот, приземляемся, нам дают пас, мы тратим весь буст и, судя по всему, забиваем, да, мы забиваем, потратив весь буст. Вот такой вот гол, достаточно рандомный, нам просто дали пас, враги ошиблись вдвоем. Едем за бустом, мне это не нравится, я бы всегда ехал за своим тиммейтом, запомните, короче, если вы стартуете вдвоем в центре, то один едет на кикофф, второй стоит между вот этими двумя бустами. И тут, значит, вариант один, если вы верите своему тиммейту, то вы стоите где-то вот здесь, если вы не верите, то вы стоите где-то здесь. То есть, да, вы должны находиться между двумя бустиками, когда ваш тиммейт кикоффает. Позиция доверия, позиция недоверия, середина, да, выбирайте любую. Но ехать за бустом мне вообще не нравится, тем не менее он развернулся в нужную сторону. Немножко ждем, пока враг нам отдаст мяч. И туда разворачиваемся. Наш тиммейт промахивается, мы стоим в позиции Кенфеева. Почему-то не флипаемся в мяч, тут вот стоило-стоило флипнуться. Дальше ротируемся, пытаемся не помешать своему тиммейту. Максимально ждем. Тиммейт почти сбивает своего рота. Хорошее касание. Немного чилим, собираем маленькие бусты, играем реактивно. Это отличный геймплейт для Платины. Наш тиммейт просто дает мяч. Мы забираем сотку потенциально. И этот мяч, перекидываем одного. Инста даблджамп во второго. Вот этот на самом деле очень хорошо. То есть опять же, максимально базовая механика. Перекинуть одного, рекавери и даблджампнуть в мяч. Сделать фифтик. Просто отлично исполнено. Опять же, ничего сложного, но невероятно эффективно. Переиграть двух оппонентов в 2 на 2, это практически значит гол. Так что ты всегда хочешь переигрывать одного, потом рекавериться. Вот как сейчас. И пытаться переиграть второго. Отличный фейк-челлендж. Хау флипаемся, чтобы... Ну, точнее, флипаемся, чтобы не полететь на ненужный нам мяч. Не знаю, специально или нет, но выглядело умно. Наш тиммейт чезит. Но тут не очень стоим. Но, тем не менее, с нужной стороны забираем мяч. Опять же, очень интересный момент. Вот, я до этого с этим человеком не сталкиваюсь с Крисом. Я его не коучил до этого. Но, тем не менее, он понимает, что такой мячик примерно нужно забирать со стороны своих ворот. И, собственно говоря, уводить в угол. Потому что, если ты заберешь с другой стороны, то это будет через дом или еще хуже в ворота. И он не прыгает, смотрите, да? Он не прыгает, чтобы отбить этот мяч. Он его спокойно ловит. Понимаешь, что ничего не грозит. И, собственно говоря, чилит на стене. Отлично съезжаем с мячом. Перекидываем одного. Попытались перекинуть второго. Не получилось. Тиммейт дает пас врагу. Надо посмотреть, что с этим парнем случилось. Он просто решил зарочить. Добро пожаловать на платину. Никто не застрахован от того, что у вас будут раки на платине. В итоге наш герой делает киков. Мяч у врагов. Тиммейт пытается дать пас. Опять же, мы полетели, потому что тут фриворота. Можно добивать. Тиммейт добивает. Отлично. Опять же, давайте посмотрим. Максимально базовый Эрил. Да, тут никуда не торопимся. Тут поняли, что у нас халявный мяч. Тут вообще сделал отвратительный Эрил. Вместо того, чтобы сделать фаст, Эрил просто даблджампнул. Вот. И долетел. В конце только аэрольнулся. Вот, опять же. То есть, никакого аэролого время полета, насколько я вижу. Да? Оп. В конце довернулся, чтобы дать пас нужным углом. И это сработало. То есть, аэролл, по факту, нужно использовать только, когда вы в конце делаете последнее касание. То есть, для того, чтобы это касание было более сильное и более точное. Вот. Крутиться во время полета абсолютно бесполезно. Как итог 1-3. Вроде, опять же, ничего необычного. То есть, никаких сверхъестественных механик. Никаких фристайлов. Никаких даже дриблингов. Особо-то мы не видели. Хотя, если честно, то, что он показывал, было похоже на дриблинг. Так, отличный сейв. Просто шикарный. Здесь ждем. Ждем, пока враги отдадут нам мяч. Берем сотку. Тиммейт не попадает. Вот этот мяч мы отдали. Тут нужно было начать дриблинг. Тут мы явно поторопились. Поспешишь людей, насмешишь. И, собственно, пас прямиком в Этаксу. Вот. Это, конечно, больше ошибка, чем не ошибка. Тут мяч был отдан достаточно бесплатно. Вот здесь вот такой вот лайфхак, что нужно ротироваться на дальнюю штангу. Это будет мяч нашего друга. Вот. Если мяч летит в угол, то я часто говорю об этом. Надо его забирать со стороны ворот. Это значит, что ротироваться нужно таким образом, чтобы с ворот смотреть на свой угол. Под мячом ротироваться не стоит. И наш герой это понимает. Ротируется в ворота. Правда, немножко глубоковато. Глубоководные, я бы сказал. Враги бьют свои. Не, не попадают. Ну, басы. Так, тут ждем, пока нам дадут мяч. Слабое касание. Не перекинули своего оппонента. Вот, ротируемся. Немножко глубоко развернулись что-то. Надо уже поехать на мяч. Мы на мяч не едем. Мы фотографируем. А что мы ждем? Мы, видимо, ждем, пока наш тиммейт сыграет. Ой, ну это жопа, да? Ну да, это жопа. Вот это вот очень-очень завтыкал. Собственно говоря, было два шанса для челленджа. Ну, вот здесь вот уже был тяжелый. Ну, вот этот был, по идее, твой. Ну, вот это был твой челлендж. Уже. Ну, а дальше тут без шансов. Тут тебя просто перекинули. Ты стоишь слишком близко. В общем, если честно, сыграл очень сильно на очке. Просто не поехал. Не знаю, потому что 30 секунд или что. Но, грубая ошибка, залез на очко. В итоге соточку мы взяли. Перекидывали еще одного человека. И в итоге наш тиммейт забивает. Опять же, ничего сложного, кроме кикоффа. Смотрим на кикофф. И это у нас что? Это у нас, ну, грязноватый, но все же спидфлип. Почему этот спидфлип сработал? Многие из вас пишут мне зачастую, что у меня враги на даймонде спидфлипают, на платине спидфлипают. Я из-за этого не могу выиграть кикофф. И я посмотрел на эту игру и подумал, блин, вот он вроде спидфлипнул, да? Но он спидфлипнул далеко от идеала. Вряд ли дело в нем. А потом я посмотрел на его оппонента. Смотрим на этот кикофф. Если вы кикоффаете вот так, а потом ноете, что вас спидфлипами переигрывают, ребят, то, ну, тут вам уже ничем не помочь. Просто уже ничем не помочь. Если вы кикоффаете вот так, то вас не то же спидфлипом, да вас просто можно прямо поехать и перекинуть. Вот, собственно говоря, эти мифы про то, что на платине делают идеальные спидфлипы и из-за этого выигрывают кикоффы в салат, ну, вы сами все видели. Все еще, все еще мифы, все еще важные мечты ребяток, которые не могут выбраться на чемпагаче. Так, здесь ждем. Хорошая позиция. Абсолютно, опять же, вот просто момент хочу добавить, да, не едем вперед. При этом стоим, на самом деле, немножко далековато. Можно было чуть поближе стоять, вот. Но до конца ждем, что делает враг. Собственно говоря, не рискуем. Здесь очень интересный айрдрибл. Очень эффективный, на самом деле. Единственный, наверное, эффективный айрел такой сложности, которую я видел. То есть, опять же... Ну ладно, это выглядит сложно. Возможно, я наврал. Насчет базовых механик, все-таки вот то, что он сейчас сделал, выглядит очень сложно. Опять же, это выглядит не, знаете там, не как фристайлерский какой-то айрдрибл на 100 км в час. Нет, но посмотрите, насколько это эффективно. Это ведь вообще никак не зачелленджить. То есть, вот этот чел стоит и просто его пинчит. То есть, это не зачелленджить, это максимально эффективно. Он сделал последнее касание таким образом, что перекинул двоих врагов. Собственно говоря... Ой, забыли сотку, это может быть проблемой. Да, нам не дают сотку, тут приходится играть. Только не через дом. Ой, но через дом это могила. Да, через дом это могила. В такой ситуации, ребят, вы хотите, чтобы вы тыкали мяч в сторону угла, а не через дом. Через дом перевести достаточно сложно, особенно если мяч катится медленно. А здесь он катится нереально медленно. Вот, и в такой ситуации, конечно, я бы лучше оставлял своему тиммейту, если бы видел, что он здесь есть. Потому что, ну, ты всегда заруинишь. Тиммейта еще есть шанс заблочить и вынести как-то. Вот, но просто изначально ошибка здесь была в том, что Крис просто-напросто решил через дом переводить. Можно было чуть-чуть пошире сделать объезд. Вот, и попытаться влево ударить. Ну, либо, конечно же, шотать уже в угол, потому что, ну, здесь не шотать. Вот это вот медленное касание, это да, это сразу могила. Он перекинул своего тиммейта. Вот, и в итоге третий гол забивают за 4 секунды. Запаниковал сильно очень. И, собственно говоря, забивают. Опять же, не земляков. Это не очень на самом-то деле. Но, судя по всему, враги не справляются. Да, враги не справились с халявным мячом и с нулевой секундой. Вот, и, собственно говоря, выигрывают наши оранжевые ребята Крис и Нокс эту игру. Напоминаю, что это Платина 3, Дивизион 3, что такое было, или Дивизион 2. В общем, Платина 3. Чуть-чуть до Даймонда. Собственно говоря, я показал вам это, потому что я хотел убедить вас в том, что когда вы только начинаете играть, вам не нужно ориентироваться на профессионалов или на фристайлеров. Вам нужно сначала разобраться с базой Rocket League, с какими-то моментами, которые просто-напросто предшествуют всем сложным игровым механикам или быстрой ротации. Нужно сначала освоить базу, то есть никуда не торопясь, не делая чего-то прям невероятно сложного. Нужно просто разобраться с основными игровыми моментами, выработать для себя вот эту хорошую сильную базу, в которой не будет ничего лишнего. И затем уже на эту базу накладывать все остальное. Когда вы учите, скажем так, вещи, которые не подходят вашему уровню игры, или более того, начинаете копировать игру игроков сильнее вас на несколько рангов, например, вы видите, что ГЧ флипаются по полю, или ССЛы постоянно на суперсонике катаются, вы не знаете, почему они это делают, но вы знаете, что вы можете так же, и вы начинаете, собственно говоря, пытаться копировать эту, скажем так, эту вредную привычку, которую я очень часто вижу у людей. И, собственно, из-за этого происходят просто-напросто ошибки в передвижении по полю, вот, более неграмотное становится, более некачественное. Вот, ну а если вы будете играть, вот, как Крис, то есть не делать особо ничего лишнего, да, он делает ошибки, все мы совершаем ошибки, и тут были критические ошибки в том числе, но, опять же, это игрок на платине, и если бы мне не сказали ранг этого лобби, я бы, посмотрел на игрока, сказал, что, ну, он третий даймонд. Вот, то есть я без зазрения совести сказал бы, что он третий даймонд. Вот, посмотрел бы на игроков в лобби, сказал бы, ну, наверное, это первые и вторые даймонды, а этот, чего, просто сильнее их. Вот, но нет, он третья платина, и поверьте мне, вскоре он этого третьего даймонда апнет, дайте ему только время. Так что, если вы хотите, скажем так, улучшить свой геймплей, то реально пересмотрите эту игру еще раз, и поймите, насколько много в вашем геймплее лишних телодвижений, вот, относительно более чистой и такой размеренной, тактичной игры в Rocket League. И запомните, что это касается только людей, которые хотят побеждать максимально эффективно. Если вы хотите делать флип-ресеты, если вы хотите делать какие-то крутые мувики, не знаю, делиться с друзьями своими даблтачами, или просто получать удовольствие от игры, вас это может не касаться. Главное, выберите для себя, что вам нужно получать удовольствие и забивать клипчики, страдать фигней с друзьями, или жестко потеть и апать ранги, а потом уже, скажем так, решайтесь, как вы хотите играть. Ну, а с вами был Соливер, всем спасибо за просмотр моего монолога по поводу отличного чистого геймплея, спасибо также Крису за реплей, вот, и я напоминаю, что если вы хотите, чтобы я разобрал ваши ошибки, или провел коучинг индивидуальный с вами лично, то вы можете всегда подписаться на Boosty, ссылка будет в описании. Всем хорошего дня, всем пока!